Во времена моего детства я учился в школе в соседней деревне. Своей школы у нас не было. Приходилось ходить через лес. Особенно страшно было зимой. В школу идёшь – темень. Обратно возвращаешься после пяти уроков – опять темень. В тот год так получилось, что из нашей деревни в школу ходил только один я. Вставал каждый день в пять утра, быстро собирался, хватал на ходу еду, оставленную матерью с вечера, и отправлялся в путь. Дорога занимала два-два с половиной часа. А когда погода была плохая, снегопад или ветер с дождём, то и все три. Чтобы не было так страшно ходить через лес, я выстругал себе толстую палку с острым концом и в конце пути прятал её в укромном месте. Через лес я ходил только с ней, серьёзно считая, что она сможет защитить меня от диких зверей. Отец, увидев такое дело, решил, что пора приобщать меня к охоте, воспитывать во мне настоящего мужчину, добытчика и защитника. Сам он именно таким и был. Вся наша семья держалась на нём. Охотник он был знатный, известный во всей округе, приносил много дичи, тем семья и питалась. А край у нас был лесной, богатый, красивый. Сибирь одним словом. Недалеко от деревни на высокой сопке начинался дремучий лес. Тайга. Стал отец меня туда водить, чтобы научить метко стрелять, читать звериные следы, выслеживать добычу, строить шалаши и укрытия, делать и ставить селки. И другим охотничьим премудростям тоже обучал. Как-то раз шли мы с ним по лесу. Эта встреча оказалась случайной. Волк-подросток неожиданно выскочил прямо на нас. Отец быстро вскинул ружьё. Ещё бы немного и всё, зверь от пули просто так бы не ушёл. Я с детства питал к этим гордым животным любовь и уважение и не мог допустить этого бессмысленного убийства, ведь нашей с отцом жизни ничего не угрожало. Отец, не стреляй, крикнул я, не надо. Этих нескольких секунд замешательства охотника хватило зверю, чтобы скрыться в ближайшем кустарнике. Отец долго и недовольно ворчал на меня и всё время приговаривал, мало ли что со мной случится, ты должен и мать с сёстрами прокормить и защитить. Но я всё удивлялся, что может случиться с крепким и здоровым мужчиной. А потом страшная беда обрушилась на нашу страну. Немец пришёл уничтожать наш народ и всё живое на земле. Прощаясь, уходя на фронт, отец прижимал нас к себе, целовал по очереди в макушку и наказывал матери «береги детей». Мать плакала в ответ «не переживай, Андрюша, сберегу, ты главное вернись живой». Эта картина у меня до сих пор стоит перед глазами. Тяжело нам было без отца, но всю мужскую работу с самого первого дня, как он ушёл воевать, я взял на себя. Только чтобы матери полегче было справляться с домашним хозяйством, я носил воду из колодца, колол дрова, кормил и выгонял по утрам скотину, ну а самое главное – ходил на охоту. Случилось всё так, как хотел отец. В трудную минуту я стал главным добытчиком, помощником и мужчиной в нашей семье. Первые годы справлялся, а вот ближе к концу войны захворала моя младшая сестра. Мать, не смыкая глаз, проводила у её постели дни и ночи, но сестре не становилось лучше. Даша таяла на глазах, и никто ничего не мог сделать. Да и кого просить, врачи далеко, да и не было их сроду в деревнях, а многих на фронт мобилизовали. В общем, помощи ждать было неоткуда. Мать билась в истерике, обещала ведь Андрюше всех детей сберечь. Не могу я его подвести, как в глаза-то я посмотрю после войны. Жила в соседней деревне, как раз в той самой, куда я в школу ходил, старушка с красивым русским именем Марфа. Сколько помню её, всегда жила одна. Муж её давно в тайге пропал, пошёл как-то раз на охоту и не вернулся. Говорят, искали его всем селом несколько месяцев, но никаких следов не нашли. Долго горевала Марфа, что даже могилки у её любимого нет. Да что поделаешь, надо было жить, сыночка единственного поднимать. С самой весны до конца лета ходила старушка в лес, травки собирала, мать и мачеху, потом чистотел да зверобой, корешки разные выкапывала из земли. Травницей она была от Бога. Шила мешочки льняные под травки, а название вышивала цветными нитками. Все окрестные деревни у неё лечились, никому Марфа в помощи не отказывала. А вот денег никогда не брала с людей. Зато деревенские ей в ответ помогали по хозяйству, кто огород вскопает, кто дров наколет. Женщины в благодарность молоко из-под коровы приносили или яичек свежих. От такой платы за добро Марфа никогда не отказывалась, не хотела людей обижать. В общем, у нас одна надежда на знахарку эту была. Посмотрела Марфа на сестру и сказала, что сможет её вылечить. Мать обрадовалась, даже засияла. А Марфа ей, рано мол радуешься, для лекарства нужен один корешок редкий, а у меня его давно нет, а растёт он только в одном месте в нашей тайге, за дальним болотом. Самой мне туда не дойти, придётся кому-то из вас отправляться на поиски и как можно быстрее. Только учтите, место это гиблое. Болото можно только по скрытой тропинке перейти, но никто не знает, где она. Мать тут же засобиралась в дорогу, но я пригородил ей путь. Мама, я сам пойду, ты должна быть рядом с Дашей. На то мы договорились. Надев отцовские сапоги и куртку, я быстрым шагом направился в тайгу. Вот большая сосна с обожжённым боком, направо тропинка, по ней до большой муравьиной кучи, а там уже начинается болото. Но как отыскать тот самый заветный проход? Вдруг в кустах кто-то неистово то ли закричал, то ли заплакал. Послышалась какая-то возня, потом опять крик или стон, и всё стихло. Стало немного не по себе, и какая-то тоска подступила комом к горлу. Надо успокоиться, отдохнуть и набраться сил. Присев на упавшее дерево на небольшой полянке, я стал всматриваться вдаль и заметил, что вдалеке из кустов на поляну кто-то вышел. Волк с жёлтыми глазами и внимательным взглядом. Животное стояло на поляне, втягивало ноздрями воздух и пристально смотрело в мою сторону. Я сидел в немом испуге и не шевелился. Господи, а может это тот самый волчонок, которого я когда-то спас от отцовской пули? Промелькнула в голове шальная мысль. Зверь тем временем вёл себя как-то странно, то стоял как вкопанный, то поворачивался и уходил на несколько шагов, то опять возвращался. Как будто хотел мне что-то показать. Я понял, что он куда-то зовёт и решил проследовать за волком. Зверь вёл меня узкой тропой среди зыбучей трясины и я еле успевал за ним. Я даже не сразу понял, куда он меня ведёт. Так мы и шли по ней, волк впереди на небольшом расстоянии, показывая дорогу, а я сзади. Вскоре вышли на твёрдую землю. Я не верил сам себе, но это было правдой. Обратно я уже добрался сам по известной тропинке. Знахарка не обманула и вылечила мою сестру. А вскоре отец свернулся с войны, раненый, но живой. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди ещё много всего интересного. Всего доброго!